МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Штаб по общественному наблюдению за выборами. Предприняты все меры безопасности, работает видеонаблюдение, а сотрудники полиции и охраны находятся на участках круглосуточно. Во время закрытия участки бюллетеня опечатываются, в сейфе складываются, сейф опечатывается в помещении специальном, организованном, и сотрудник полиции находится круглосуточно. Он здесь ночует, и этими средствами обеспечивается сохранность бюллетеней. Они еще и опечатываются могут в сейф пакеты при необходимости. Ветеран Великой Отечественной войны Константин Сергеевич Федотов тоже решил не затягивать с голосованием и пришел на избирательный участок в гарнизонном доме офицеров в первый день. Людей, которых выбираем мы сейчас, у них вообще особые задачи, потому что надо решать судьбу страны, быть Россией или не быть. Вот таких людей мы должны избрать. А кто-то предпочел проголосовать удаленно. Наталья Романенко всегда исполняла свой гражданский долг на избирательном участке. На этот раз узнала о дистанционном формате и решила его попробовать. Было очень интересно опробовать эту систему. Мы на протяжении всей своей жизни всегда голосовали в бумажном виде. Эту систему мы уже как бы изучили. И нам, как поколению старшего возраста, очень хочется попробовать новые технологии. Мне лично очень понравилось. До 4 сентября зарегистрировалась на портале Госуслуг. В день голосования пришла в первую библиотеку. Здесь с 8 утра и до 8 вечера на протяжении трех выборных дней работает пункт технической поддержки. Чаще всего за помощью сюда обращаются члены клуба «Активное долголетие» и «Серебряные волонтеры». Для нас это будущее нашей страны. Я всегда ходила на выборы и хожу сейчас. И первый день для меня это честь. Быть и голосовать, отдать свой голос за того кандидата, который я считаю нужным. Такой же пункт поддержки открыт и в Звенигороде. Где специалисты готовы помочь всем, кто выбрал дистанционное голосование, но боится столкнуться с техническими трудностями. Евгения Августина, Полина Бахова, Екатерина Крамор, Олег Мещерский, Артем Ломоносов. Телекомпания «Одинцова». Корректор А.Кулакова «Активное долголетие»